Августовское заседание собрания представителей Кузнецка стало последним для депутатов, избранных кузнечанами пять лет назад. 12 из них участвуют в предвыборной гонке. Возможно, кого-то из них затронет изменения в уставе города Кузнецка, утвержденные большинством голосов. Поправки в уставе инициировала администрация города во исполнении вступивших в силу изменений в федеральном законодательстве. Предлагаемым проектом вносится изменения в норму устава города Кузнецка, определяющего статус главы города Кузнецка. В соответствии с данными изменениями, вновь избранный глава города Кузнецка будет осуществлять свои полномочия на непостоянной основе. На непостоянной основе означает исполнение главы Кузнецка своих обязанностей на общественных началах, без оплаты, как прежде своего труда из бюджета, без отрыва от основной работы. То есть в этом отношении глава Кузнецка ничем не будет отличаться от остальных народных избранников. При этом глава города останется высшим должностным лицом местного самоуправления. Все его полномочия сохраняются, и глава города по-прежнему будет избираться собранием представителей из своего состава. Предложенные изменения в уставе города прошли публичные слушания, где были одобрены. Также большинством голосов они были приняты и на заседании собрания представителей. Кроме того, была представлена информация о ходе избирательной кампании. В следующий момент зарегистрированы 72 кандидата. Преимущественно кандидаты представлены работниками и руководителями частных организаций, а также работниками бюджетных сфер. Значительное количество кандидатов составляют индивидуальные предприниматели, а также студенты учебных заведений. По словам Евгения Шлейникова, отмечается высокая политическая активность женщин. Почти треть кандидатов, 23 – представительницы прекрасного пола. Для информирования горожан о грядущих выборах в Кузнецке повсеместно размещены баннеры и растяжки.